Друзья, пару слов хотел бы еще сказать вот о чем. Артега Эгасет приводит некоторую статистику, он говорит о том, что население Европы, начиная с 1800 года, выросло в три раза за полтора века. То есть где-то до 1800 года, на протяжении веков, население не превышало в Европе 180 миллионов человек. И только за последние полтора века оно увеличилось в три раза и составило примерно 450 миллионов человек. И, естественно, он говорит о том, что это следствие развития либеральной демократии, прав и свобод, отдельной личности и так далее. То есть высказывается в духе либеральных идей, как это обычно свойственно таким людям, которые ориентируются на подобный идеологический комплекс. Но дело в том, что на самом деле эта статистика и объяснение с точки зрения улучшения жизненного уровня, это верно только лишь отчасти, поскольку любой социум, любое общество – это результат некоторой матрицы, некоторого, скажем так, общественного мнения. А кто создает общественное мнение, кто продуцирует смысл этому обществу? Естественно, властные институты. Поэтому вот такой тренд резкого увеличения населения – это еще и следствие определенного социального программирования. Поэтому это тоже аспект не нужно упускать из виду. Это первое. А второе я хотел бы сказать еще вот о чем. Дело в том, что сама идея либерализма, сама идеология либеральная, она очень часто оперирует мифами. То есть им очень удобно все сводить к общим таким понятиям. То есть права и свободы личности – это наивысшая ценность. Есть элиты, есть массы. То есть понимаете, вот такие вот общие конструкции, они довольно все абстрактные. И они очень, я бы сказал, такие комплексные. То есть внутри этих конструкций есть очень много разного рода тонкостей и нюансов. И в нашей жизни сплошь и рядом можно встретить такие утверждения, что от человека все зависит, например. Вот я заметил, например, что очень много бизнесменов в интернете. Огромное количество. И они искренне верят в то, что там можно что-то заработать. Ну, конечно, можно. Но можно заработать. Но зарабатывают-то единицы. Вот в чем смысл. Если бы все зарабатывали в интернете, то это было бы вообще великолепно. Но такого в жизни не бывает. То есть кто-то зарабатывает деньги, реально зарабатывает хорошие деньги. Но на этого человека трудятся 10 человек, 20, 50 человек. То есть этот один человек эксплуатирует жизненную энергию всех остальных. Но идея декларируется в такой форме, что это возможно всем. Что все от тебя зависит, ты можешь все. Ты человек, ты полноценная личность, свободная и так далее. То есть, естественно, с одной стороны, вот такой подход, он листит обывателю. А с другой стороны, естественно, человек является таким существом, от которого далеко не все зависит. И есть факторы, которые очень сильно ограничивают его волю, его активность и его какую-то сферу желаний. Поэтому всегда нужно обращать на то, что вот эти общие какие-то утверждения, они имеют цель не проводить какой-то глубокий детальный анализ, а прежде всего завлечь в горизонт своей идеологии огромные массы населения, которые не разбираются ни в чем, а слепо идут по навязанному извне какому-то убеждению. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.